привет фанаты хотел отметить 60 нет 60 подписчиков на канале но пока собирался снять обзор получилось так что их стало 61 но тем не менее спасибо всем кто меня смотрит и сегодня у нас обзор хотя александр бутера свой алексей быть и раз он сказал что не нравится ему что я называю обзор ну ладно будем называть это пробу пробуем сегодня кизлярский марочный его не посоветовал иван в группе а уютный алкобложек вконтакте шестилетка марочный шестилетка я его отметил специальным маркером чтобы мы не могли спутать соответственно мой любимый саджишвили сегодня в с мы пробуем и арарат они но сразу не сдалось особо видео с не затягивая разолью и будем беседовать дальше кстати бутылочка простая ничего такого особо вычурного нет простота как говорится качество посмотрим насколько она хорошая на шильдике очень хорошо отрывается написано кизлярский коньячный завод тут фольга очень плотная снимается открывается хорошо дата разлива если кому интересно 28 01 19 на официальном сайте вы сможете всю информацию найти я не буду вдаваться подробности но аромат тут необычный на 1 нос по крайней мере неплохо посмотрим что он себя представить дальнейшем бокальчики я взял не совсем конечно дегустационные это ликерные бокальчики но они похожи на дексы до дегустационные посмотрим что будет дальше это шестилетка саджишвили что мне нравится что саджишвили делать очень плотный к короб он прям видно прям плотный настолько что тяжело даже жать и красиво оформлена тоже но не суть также фольга открывается тоже удобно подцепил аккуратненько поднялся но здесь снимается крышечка и она остается нет не полностью снимается тоже такая простая бутылка здесь дата разлива у нас 5 июня 19 года получилось побольше налить ладно ничего страшно и арарат они достался мне кому интересно фирменном магазине фанагоре всего за 990 рублей тоже такая обычная фирменная простая бутылочка ничего особого черного тут нет но раз что их полоска здесь снизу вырезанная но здесь картон уже слабый тут его можно сжать как угодно то есть это как мне не нравится честно говоря посмотрим как напиток сразу долго не заходя вперед здесь уже пластик обычный точнее фольга не фольга пакет какой-то слова на у меня был уже горький опыт употребления арарата но я взял 25 летку возможно она мне именно того что сильная выдержка не пошла как 25-летний фанагоре я поле поровну разлил и пока они у нас созревают как говорят знаменитые блогеры мы почитаем что написано на кизлярском и так это бренди они не скрывают бренди основа 1985 году забегая вперед скажу то что в кизлярскому заводу приложил руку сам давид захаревич саджишвили ну или какого сараджи фамилия была сейчас одежда называет вот получается что основателем всего коньячного дома российской империи на тот момент был именно давид захаревич его два продукта его хотел бы именно сравнить непосредственно одного возраста чтобы увидеть насколько он хороший или наоборот чем-то отличается так бренди кизлярский марочный изготовлен и раздит акционерным обществом кизлярский коньячный завод республика дагестан ну город кизляр соответственно состав коньячный 10 лет выдержанный не менее 6 лет вода питьевая умягченная соответствующие требованиям санпин сахарный сироп краситель сахарный калер один простой возможно наличие диоксида серы в пределах нормы содержание и исходном сырье так ну саджишвили у нас соответственно похожий должен быть здесь мелко написано я все равно прочту саджишвили vs выдержка 6 лет изготовлен из коньячных дистиллятов произведенных в грузии выдержанных дубов бочках не менее 6 лет свежий гармоничный коньяк сильным характером но это дальше описание идет цвет состав вода питьевая умягченная конечно 10 лет и выдержаны не менее 6 лет сахарный сироп пищевая добавка краситель сахарный калер один простой е 150 а его еще называют в принципе по составу вот эти два напитка они очень похожи смотрим что у нас арарат пишет они произведен республики армения из конечных дистиллятов средний возраст которых не менее 6 лет минимальный возраст причем не менее четырех лет но максимальный может достигать 20 лет состав тут у нас не указан сидит просто указано что он содержит в общем не содержит он вредных веществ которые могут следить здоровью но допустим уровне какие-то соблюдаются изготовитель ереванский коньячный завод республика армения здесь примечательно знак то что беременным женщинам нельзя его пить почему только беременным может еще и те кому там психические расстройства или у кого может сердцем проблемы не знаю но что-то именно приоритет дает беременную женщина ну ладно не факт и так вот я сижу здесь конечно аромат такой наполнил комнату я даже не знаю с какого из них попробовать одно лишь могу сказать то что мой приоритет он пока на данный момент из того что я пробовал остается сарджерсили и всегда не знаю как дальше будет но всегда был оказывается такой вкус для меня лучше бренд кизлярский но смотрим что он по запаху у нас какой необычный аромат наверное ему нужно постоять подольше так как он пока отдает резкостью какой-то но при этом ощущается бочечка слабая такая бочка он скорее всего не раскрылся но кстати очень похож на то что я пробовал до этого на каспий к примеру он похож сарджерсили соответственно ну тут тут конечно тут очень богатый аромат но пока рисковат еще не постоял на первый нос то есть всегда старайтесь коньякам независимо от того какой у них возраст давать настояться как можно больше по времени минут 10 я думаю 20 это максимум можно позволить им поставить рарат боюсь арарат честно говоря не знаю что на себя представляет но этот мягче аромат не спиртуозный но мягче мы сейчас поставим паузу пусть они еще постоят а продолжим чуть позже итак господа коллеги товарищи я забыл сказать что выдержка здесь то есть сказал что шестилетняя выдержка но не сказал здесь дата разлива и так здесь 6 сентября 18 года стоит пока он дышал коньяк вся комната наполнилась таким ароматом что я даже не знаю какому коньяку какой аромат принадлежит вот на всякий случай я посмотрел кстати везде во всех коньяках коммерческая крепость она составляет 40 процентов и так посмотрел на официальном сайте информация вот касательно кислярского это бренди но мне не нравится то что здесь постоянно приходится вбивать свою дату месяц но это защита понятное дело здесь говорят что он содержит сахар всего 3 грамма на десметр кубический производится путем купажирования выдержанных спиртов для этого используется лучшее сырье которое выдерживалось бочках из кавказского горного дуба на протяжении 6 лет такая выдержка придает напитку мягкий вкус сочетание с оттенками шоколада спелых фруктов и ванила ваниле послевкусие теплая бархатная продолжительная насыщенная оттенками пылевых цветов прелой листвы но и так далее тут всякие пряности и тому подобное фрукты пряной дубовой бочки дикий мед в черный шоколад мы соответственно как и любой коньяк он подходит в качестве аперитива или дежестива с крепким крепким кофе или сигары но я не курю поэтому и вам тоже не советую но вот пью немножко так про саджишвили информация очень скудная они информацию мало дают то что здесь написано официальном сайте указано просто так гармонично сбалансированный коньяк является удачным сочетанием нескольких коньячных дистиллятов самому старому из которых 10 лет здесь 10 лет хотя хотя примечательно то что если здесь самый старый 10 лет а здесь 20 сколько штатки зляска туда будет самый старый не знаю в букете превалируют ароматы полевых цветов и сухофруктов цвет янтарный вкус мягкий оставляющий бархатные ощущения и ну и видео главного технолога завода который рассказывает про продукцию про арарат информация тоже не очень богатая некоторых источник кстати указывает что арарат 42 процента спирта но на официальном сайте 40 градусов шестилетний арарат открывает гамму марочных выдержанных коньяков то есть они все получаются марочные як его яркий характер появляется в аромате солнечных цитрусов и насыщенным округлом вкусе с тонами сушеного инжина и сладкого миндаля ну затягивать не будем попробуем по порядку что у нас представить себе кизлярский я давно уже пробовал этот коньяк но уже забыл что он на самом деле представляет себя аромат не резкий спирту оси нет ваниль где-то далеко-далеко шоколадка ну соответственно дубовая бочка тоже здесь слышится еще какие-то пряности но я не могу определить так как я не специалист как и все мы с вами пробуем во вкусе сухофрукты бросаются сразу потом бочка следует язык обжигает немножко горло обожигло рисковатый но не сильно в принципе брал я его в алкоплазе за 430 рубликов до такой цены я думаю пойдет я конечно не любитель таких коньяков но на суше бренди но один раз можно попробовать когда тонинность присутствует так мой любимый саджишвили я напоследок специально оставил они чтобы было с чем сравнить потом но здесь богатство пряности прям так же как и в веса у пи также и здесь по речи он тут и моему подольше надо ставить хотя прошло 15 минут когда его разливал аромат здесь намного богаче кизлярского намного здесь и ванили шоколад сухофрукт идут по ходу цветочки какие-то вылезают много всякого напихали сюда пробуем за вас эти подписчики спасибо что смотрите чёрт да здесь мягче он не обжигает ни язык не голо послевкусие непродолжительная но насыщенная таким букетом она запомнила весь рот держится какое-то время для шестилетки я бы например если выбирать среди этих именно бренди то выбрал бы конечно ну сами знаете сараджишвили он именно побогаче по ароматике и по вкусовой гамме намного богаче есть как-то попроще все просто ну ценовая политика это например в с к стоит в разных магазинах по разному от 960 до 1200 я слышал ребята говорили ценник достигает ну и пришла пора они не знаю даже что он себе представляет я не пробовал слабее но надеюсь не разочарует все вроде радуются довольны не знаю тут аромат простой тоже но что то тут да тут ваниль бочка это я слышу еще какие-то пряности может как раз то что пишут на сайте инжир я просто не пробовал не знаю даже прилетел какой-то птеродактиль попробовать его тоже на и привлёк причем он сел на кизлярский ему кизлярский на я больше приглянулся саржишвили куда он нажрался ура улетел но пробуем кстати цвет у них практически одинаковый вот этот будет чуть-чуть буквально оттенок у него полярче этот погуще потемнее ножки тоже такие красивые тягучие но этот они похож чем-то на кизлярский попробуем ой где-то орехи вылезли в нос отдала тоже также обжег язык и чуть-чуть горло но прошло послевкусие сухофрукты ваниль тоже ощущается шоколадка больше ничего не ощущаю очень быстро прошло не знаю даже я бы пожалуй наверное поставил бы их рядом они очень похожи но теперь я уже определенно решил что среди всех этих напитков я бы выбрал бы именно грузина на мой вкус и опять-таки не говорю что это все должны придерживаться моего вкуса это мой личный вкус из всего что того что я попробовал до этого и сейчас на мой взгляд если вы хотели бы ощутить богатство аромата и вкуса то здесь он присутствует здесь еще что то есть возможно резинка какая-то кожа скорее всего кожа доски богатый намного богаче он но они не противные приятно очень да он мягче он пьется намного мягче он не обжигает вообще ничего и оставляет после себя шлейф из букета такого букета который нет в этих коньяках вообще нет но кизлярский я бы сказал вот именно вот этот кизлярский по сравнению с они если сравнивать опять таки по ароматике он побольше что-то в нем больше именно доска доска не паркет на именно дубовая бочка в нем больше присутствует в они скорее всего паркетная доска я не утверждаю но не кизлярский нравится больше первое место второе место третье место вот и все ребята пробуйте пишите отзывы как вам мой обзор если что-то хотите исправить пишите попробуем счастливо всем до свидания